Власти Свердловской области поставили перед собой задачу по вовлечению к 2020 году 40% жителей региона в занятия физкультурой и различными видами спорта. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвышев 24 марта по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта. Глава государства подвел итоги прошедших Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи. По словам Владимира Путина, проведение этих соревнований позволило обеспечить колоссальное наследие, которое долгие годы будет служить россиянам. Одним из значимых элементов наследия считаю рост популярности спорта, престижа здорового образа жизни. Кстати, во время Олимпиады и Паралимпиады в спортивные секции, залы по всей России пришли тысячи и тысячи людей, конечно, прежде всего молодых людей. Отметим, что в Свердловской области спортивный образ жизни сейчас ведут свыше одного миллиона человек. С января 2014 года в Свердловской области действует региональная программа по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики до 2020 года. Два главных ее направления – массовый спорт и спорт высших достижений. У нас в 2020 году, согласно нашей программе, должно заниматься 40%. Сегодня мы уже имеем цифру 27% и год от года эта цифра растет. И благодаря тому, что мы в первую очередь сегодня реализуем программу строительства доступных плоскостных сооружений, также большое количество вводим спортивных объектов. Губернатор Свердловской области отметил, что Средний Урал с 2007 года является передовой площадкой по возрождению комплекса «Готов к труду и обороне» – ГТО. И за это время региону удалось добиться ощутимых результатов. Так, в соответствии с федеральной концепцией комплекса ГТО количество лиц, успешно сдавших нормативы в период с 2014 по 2020 годы, должно составить примерно 20%. В Свердловской области этот показатель уже сейчас достигает 27%. Есть тот комплекс, комплекс испытаний, который предполагает себе сдачу норматива ГТО. Он был разработан еще раньше. Безусловно, мы лишь подняли все старые наработки, применили его к современным условиям и начинаем реализовывать в школах, в средних, специальных учебных заведениях и высших. Второе направление программы, связанное с развитием спорта высших достижений, в Свердловской области также развивается серьезными темпами. Евгений Куйвышев отметил, что еще никогда наши спортсмены не добивались столь значительных успехов, как на играх в Сочи. Напомним, свердловчане завоевали 20 медалей различного достоинства, 10 из которых – золотые.